Картины из бумажных кусочков. Чебоксарская художница Мария Фомерикова экспериментирует с новыми формами. Тему работ тоже оригинальны. Переосмысление чувашской мифологии. Необычную технику живописи молодой автор представила на выставке в музее Бичурины и современность в Кугесях. На первый взгляд картины Марии не отличаются от написанных маслом. Но стоит приглядеться и можно увидеть, что каждая деталь на холсте объемна. Это придает творению больше жизни. Мария объясняет. Кусочки бумаги разных размеров она расписывает красками и в мокром виде приклеивает на основу. Работа почти ювелирная, требует терпения и усидчивости. Получается такой вот эффект мозаики. И при этом акварельность появляется в работе. Потому что если взять темперу, это тяжелая техника. Ну как бы тяжелый материал, он не дает такой легкости, как вот, например, акварель. А при такой технике уже появляется такая воздушность, полупрозрачность. Такие эксперименты занимают много времени. На то, чтобы первый слой высох, требуется целый день. На дополнение деталей уходят следующие сутки. Это сложно, но невероятно интересно, говорит автор. Мария новатор в этом направлении. В некоторых работах для большей оригинальности она использует газетную бумагу. Темы художница выбирает из чувашской мифологии. На ее картинах оживают и персонажи из бабушкиных рассказов. Всегда было очень интересно именно чувашские предания, наш мамок с мазякой. Когда мы были маленькие, все время говорили, там, херцорт за печкой. Любовь к оригинальным жанрам передалась Марии от отца, Георгия Фомерякова, тоже известного экспериментатора в искусстве. Он с детства давал ей краски и холсты. Есть такой термин. Каждый художник, если он настоящий художник, что-то должен новое привнести, вот тогда и это художник. Ну, я думаю, в этом плане у ней получилось. И сюжеты, и техника говорят уже сами за себя. Кистью Мария старается не пользоваться. Применяет ее только для прорисовки самых мелких деталей. Выставка очень интересная. Картины все сами по себе очень яркие, разные. Мария продолжает экспериментировать и ищет материалы для основы своих картин. Открыта авторой к новым темам. Оценить творчество молодой художницы в музее Бичурина современность можно будет до 14 февраля. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Екатерина Ингалакова. Вести. Чувашия.